В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Александра Селюгина. Здравствуйте! Вопросы о поступлении. Программа скидок на обучение. Именные стипендии. В Южноуральском государственном университете прошел открытый диалог. В рамках приемной кампании в Южноуральском государственном университете прошло мероприятие «Открытый диалог». На нем абитуриенты и их родители смогли познакомиться с преподавательским составом и руководством всех институтов и высших школ нашего университета, а также в индивидуальном порядке смогли задать им интересующие вопросы. Встреча достаточно продуктивная, достаточно информативная. Я задал все вопросы, которые хотел. Я так понимаю, это был директор Института естественно-физических наук. Все хорошо объяснило по направлению, по направлению подготовки, по предметам, которые у нас будут, по общеприемной кампании. На встречах представители институтов и высших школ ЮРГУ рассказали будущим студентам о преимуществах университета, программах скидок на обучение, стипендиях, зачисления в общежитии, дополнительном образовании и других возможностях вуза. Во время экскурсий по университету поступающим показали учебные аудитории, точки питания, общежития и многое другое. Также высшие школы и институты ЮРГУ подготовили индивидуальные программы и конкурсы для абитуриентов. Так, Институт медиа и социально-гуманитарных наук провел экскурсию по медиаэтажу. Абитуриентам показали радио, учебную телестудию, 360-градусную ньюсрум и VR-лабораторию. Ребята смогли попробовать себя в роли ведущего новостей. Институт спорта, туризма и сервиса провел викторину, где будущие студенты смогли получить брендированные подарки. Во-первых, у нас всегда есть определенные вещи, которые называются креативами, но чтобы поднять настроение, розыгрыш идет абсолютно бесплатный раз и все призы, которые существуют, это наши внутренние, которые мы заказываем в разных компаниях, значит, ну и в том числе в нашем ЦРТ. Вот, поэтому чем интереснее подача, тем интереснее, скажем, происходящее. Ну, вызывает улыбку раз, во-вторых, это, ну, определенное внимание детям. Это нормально, это прикольно. Наиболее популярные вопросы адаптурентов были связаны с образовательными программами, проектной и внеучебной деятельностью, стипендиях, зачислении в общежитии, а также дальнейшем трудоустройстве. Впечатления у нас очень хорошие, сейчас мы еще пойдем по университету посмотреть аудитории. То есть, нужны вопросы, на все наши вопросы были ответы, то есть, это по практике, по студенческой жизни, по заселению в общежитии, на все вопросы нам были даны ответы. Напомним, что приказы о зачислении на бюджетную основу будут опубликованы до 9 августа, а абитуриенты, желающие поступить в наш вуз на платное обучение, могут подать заявление до 20 августа. Более подробную информацию о приемной кампании вы сможете найти на сайте abit.susu.ru. Ректор Юргу Александр Вагнер провел ряд встреч с абитуриентами и их родителями в рамках открытого диалога. Подробности смотрите в нашем сюжете. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Вагнер поддержал формат открытого диалога и в своем кабинете провел индивидуальные встречи с абитуриентами. Одним из первых на прием пришел Иван Салятин, золотой медалист, неоднократный победитель Олимпиад, в том числе призер третьей степени многопрофильной инженерной Олимпиады «Звезда», что позволило ему поступить в Юргу без экзаменов. Его интересовали возможности, которые предоставляет наш университет, а именно участие в различных конференциях, конкурсах и Олимпиадах. Поступил в Юргу, потому что это один из лучших вузов Южного Урала, лучший технический вуз, если быть точнее, поступаю на техническую специальность. А ехать куда-то в столицу, Москва, Питер, не вижу смысла, так как здесь могут также неплохо преподнести материал, так же, как и в столичных вузах. На прием к ректору нашего университета Александру Вагнеру пришло более 10 абитуриентов, которые задали самые разнообразные вопросы. От уникальных компетенций, которые они приобретут, обучаясь в вузе, проживания в общежитии и до того, как будет строиться их карьера, начиная с первого курса. Для них начинается очень интересный, очень яркий, очень важный этап жизни каждого человека. Я думаю, вы тоже вспоминая свои студенческие годы, согласитесь, что студенчество – это самый яркий, интересный жизненный этап. Поэтому для них это все очень трепетно. Вот они не хотят ошибиться, они хотят сделать максимально удачный и лучший выбор. Поэтому все они пришли в Юргу. Общение ректора Юргу Александра Вагнера с абитуриентами в формате открытого диалога продолжилось в зале заседания ученого совета. Навстречу были приглашены семьи и дети участников специальной военной операции, а также абитуриенты, которые вернулись со службы. Навстречу ректор нашего университета представил директоров институтов и высших школ Юргу и дал им рассказать о возможностях, которые вуз предоставит абитуриентам. Я поступаю по отдельной квоте. Так получилось, что у меня отец ветеран боевых действий, и я прохожу, в общем-то, по военной квоте подделей. Вуз шикарный. Я, в принципе, о таком только и мог мечтать. Ну и привилегии достаточно хорошие. То есть бесплатное общежитие и дополнительные какие-то профессиональные образования, дополнительные, то есть получение образования. Это, я считаю, очень даже круто. Ярким завершением открытого диалога стало подписание приказа о зачислении абитуриентов, среди которых участники и дети участников СВО, призеры Олимпиад, поступающие по целевому договору и другие. Отдельная квота подразумевает то, что либо абитуриенты сами участники боевых действий, либо это дети тех, кто сейчас находится на специальной военной операции. И вот эта квота как раз и дала право поступления для дочери в этом году в учебном. Ректор Юргу Александр Вагнер подписал приказ о зачислении 190 абитуриентов, которые имеют особое основание для поступления в ВУЗ. Спортивный комплекс Южноуральского государственного университета готовится принять первых посетителей после профилактических работ. В учебно-спортивном комплексе Юргу прошли профилактические работы. Ежегодно летом комплекс отводит месяц на генеральную уборку здания, реконструкцию и улучшение масштабных точек. В этом году ими стали душевые и санитарные комнаты. Традиционно проходит и косметический ремонт чистка плавательного бассейна Юргу «Олимпийского стандарта». Всегда наш бассейн слыл самым чистым, самым интересным, самым красивым. Он должен поддерживаться так всегда. Но более того, значит, есть определенные вещи, которые мы сделали и планируем сделать. В процесс чистки бассейна входит опустошение ванны, затирание швов, дезинфекция и его заполнение водой. Также в косметическом ремонте участвуют водолазы. В этом году одна из точек реконструкции – душевые комнаты. Вместо кранов установлены сенсорные панели. Такие наклейки сделали, да, значит, они сами по себе интересны. Помаши ручкой, я включусь. Ну и внизу душ настроен автоматически, кран, в принципе, дрогать не нужно. Ты подходишь, когда заходишь туда, ну вот я поднесу руку сейчас к сенсору, он начинает работать. Модернизирован и санузел в холле комплекса. До начала учебного года планируется улучшение 9-метрового скалодрома, а также установка специального помещения для исследования спортсменов международного класса, кандидатов и мастеров спорта. Это тот момент, именно август, который необходим для того, чтобы подготовиться к учебному процессу, создать группы, принять заявки, подготовиться, купить абонемент и все остальное. То есть август месяц именно на этот период времени. Спорткомплекс – это спортивный объект общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Первых посетителей комплекс Юргу ждет 1 августа. Юргу примет участие в программе молодежного и студенческого туризма в 2023 году. Студенты Юргу могут присоединиться к программе молодежного и студенческого туризма 2023. Цель проекта – культурное, профессиональное и личностное становление молодежи. Программа была запущена в 2021 году и поспособствовала развитию внутреннего студенческого туризма в России. Эта программа очень популярна у студентов. Ну вот, чтобы вы понимали, проживание в нашем общежитии будет стоить 32 рубля 50 копеек в сутки для студентов. Это очень такая, на мой взгляд, адекватная цена. Многие экскурсионные маршруты, они будут проходить абсолютно бесплатно для студентов. Поэтому действительно такая возможность на лайте путешествовать по стране и познавать красоты нашего региона. В рамках программы молодежного и студенческого туризма университет предоставляет инфраструктуру не только для своих студентов, но и для ребят из других регионов и вузов. А также организует для них как туристическо-развлекательные, так и научно-образовательные экскурсионные маршруты. Для участников программы из других регионов страны наш вуз запланировал посещение природного парка Таганай, экскурсию пеший Челябинск и многое другое. Наши коллеги из числа сотрудников и студентов Института спорта, туризма и сервиса разработали ряд интересных экскурсионных маршрутов по Челябинску, по Челябинской области. Также у нас есть интересные, скажем так, научно-популярные маршруты по лабораториям и исследовательским центрам нашего университета, с помощью которых студенты других вузов, других регионов могут познакомиться с Челябинском, Челябинской областью, познать все красоты Южного Урала, ну и безусловно, прежде всего, познакомиться с нашим Южноуральским государственным университетом. По словам проректора по молодежной политике и социальным вопросам ЮРГУ Антона Мануилова, в рамках программы для наших студентов будут организованы экскурсионные маршруты по России, где обучающиеся смогут останавливаться в общежитиях других вузов. География программы молодежного и студенческого туризма – 111 городов от Калининграда до Владивостока. Представитель Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала впервые стал участником встречи с министром иностранных дел России. Состоялась ежегодная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителями федеральных и региональных некоммерческих организаций. Ассоциация иностранных студентов и выпускников Южного Урала ЮРГУ впервые стала участником мероприятия. Основная цель встречи – прямой диалог руководителей некоммерческих организаций с министром иностранных дел. На ней обсуждали вопросы деятельности некоммерческих организаций в международном пространстве и способов формирования объективного образа России за рубежом. Сергей Викторович отметил, что в целом министерство иностранных дел поддерживает различные инициативы, которые в рамках непосредственно их деятельности, и можно напрямую с помощью писем к ним обращаться, и они всегда поддержат. По словам начальника отдела по работе с иностранными студентами ЮРГУ Валерии Чачиной, министр иностранных дел России отметил важность некоммерческих организаций в продвижении объективного образа России за рубежом. Так, Ассоциация иностранных студентов и выпускников Южного Урала при поддержке нашего университета провела форум в Иране с образовательной целью. Отметим также, что при поддержке ЮРГУ и фонда губернатора Челябинской области Ассоциации иностранных студентов и выпускников реализовали проект по привлечению и адаптации иностранных граждан из Таджикистана, Киргизии и Монголии. Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала ищут тьютеров, наставников и главных помощников для обучающихся первого курса из зарубежных стран. Южноуральский государственный университет продолжает встречать иностранных студентов. В нашем университете ежегодно открывается набор в команду тьютеров для студентов из других стран. Они встречают приезжих в аэропорту, на железнодорожном вокзале, знакомят с нашим вузом и русской культурой. Желающим присоединиться к команде тьютеров нужно заполнить анкету, после чего 8 августа состоится первое организационное собрание. Мы открыли набор в команду тьютеров и те, кто хотят практиковать английский язык, иностранные языки, хочет познакомиться с культурой и может к нам присоединиться в команду. Также у каждого есть возможность найти друзей из разных стран. Проект организован на базе отдела по работе с иностранными студентами Управления международного сотрудничества ЮРГУ. В прошлом году он получил грантовую поддержку губернатора Челябинской области. Принять участие в нем могут не только студенты ЮРГУ, но и ребята из других вузов Челябинска. В ЮРГУ прошла встреча будущих студентов заведующим кафедрой технологии и организации общественного обитания, института спорта, туризма и сервиса. Будущими студентами института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ встретився заведующий кафедрой технологии и организации общественного питания ИСТИС «Обдували Тошев». На встрече абитуриентам рассказали о деятельности кафедры, кадровом составе и обучении. Также поступающие узнали о предстоящих экзаменах и получили консультацию о возможности поступления на бюджет. Мы сегодняшний день как раз и рассказали абитуриентам, какие испытательные экзамены они должны сдавать для поступления к нам. Кроме этого, мы обсуждали бюджетные места, сколько там 25 бюджетных мест в бакалавриате по технологии. В магистратуре 15 бюджетных мест, где они могут после получения бакалавриата продолжить свою учебу, тем более на бюджетной основе. А потом также могут поступать в аспирантуру, получить более высокую квалификацию. Будущим студентам университета показали научные лаборатории, а также рассказали об учебной практике, взаимодействии с крупными рекламодателями своей деятельности и вариантах будущей профессии по окончанию университета. Идея вообще пришла случайно, я не знал, чем мне заниматься в 11 классе. Я вот думал над этим весь учебный год, и на середине пришла идея, что мне интересно вот это направление, вот это вот все технологии, кулинария, вот это в общем общественное питание, мне интересно. Я решил, зашел на сайт ЮРГУ, посмотрел, какие есть, и вот я выбрал это направление. Сдал экзамены, математику и биологию профильные, и вот, собственно, пришел. Кафедра технологии и организации общественного питания была организована в 1997 году. На ней обучаются студенты не только из России, но и из Сирии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Китая и других стран. Обучение ведется по уровням образования, бакалавриат, магистратура и аспирантура. Студенческое лето – это прохождение учебной и производственной практики. Студенты Института медиа и социально-коммунитарных наук прошли ее в Санкт-Петербурге. Татьяна Евсегнеева и Татьяна Шаховцова – студенты кафедры журналистика, рекламы и связи с общественностью ЮРГУ. Татьяна Шаховцова в рамках учебной программы работает над подкастом «Беседка», в котором берет интервью студентов, сотрудников и активистов ЮРГУ. Летняя производственная практика студенток прошла на радио «Петербург». В рамках редакционных заданий девушки посещали культурные мероприятия в городе Санкт-Петербург, после чего создавали полноценные радиосюжеты. Мы делали новости культуры. То есть такой опыт впервые. Обычно я делала новости событийные, а тут культура. Это немного отличается от того, что я делала в свои три года, которые училась. А тут самое главное – это правильно расписать текст так, чтобы он звучал. На него накладывается музыка, обычно это классика или джаз. И получается такой сюжет, который слушаешь и наслаждаешься. Радио «Петербург» – одна из самых первых радиостанций Санкт-Петербурга и России. Основу вещания составляют музыкальные, информационные программы, передачи циклов, в которых представлены уникальные записи из фонда «Радио Петербург». Южноуральский государственный университет тесно сотрудничает с радиостанцией и дает возможность студентам пройти полноценную практику на радиостанции с вековой историей. Производственная практика – один из важнейших этапов в жизни студента. В ее рамках обучающиеся могут попробовать себя в профессии, получить практические навыки и опыт. Институт медиа и социально-гуманитарных наук ЮРГУ подписал соглашение о прохождении студентами учебно-производственной практики в телестудии «Роскосмос Медиа», генеральным директором которой является выпускник факультета журналистики нашего университета Павел Бугров. Подписанное соглашение между Институтом медиа и социально-гуманитарных наук ЮРГУ и «Роскосмос Медиа» даст возможность студентам института проходить стажировку и практику в знаменитой телевизионной студии «Роскосмоса». Сотрудники телестудии рассказывают о современной космической технике и людях, принимающих участие в космических программах, ученых, конструкторах, космонавтах через документальные фильмы, передачи и репортажи. Я думаю, что для нас это будет невероятно интересное сотрудничество. Медиа «Роскосмос» – это такая многопрофильная, разносторонняя, междисциплинарная организация, деятельность которой охватывает все аспекты медиапространства. В телестудии «Роскосмос Медиа» создано уже около ста фильмов, которые были показаны на российских центральных телевизионных каналах. Но по мнению генерального директора «Роскосмос Медиа», выпускника факультета журналистики ЮРГУ Павла Бугрова, студия продолжает оставаться открытой для творчества, сотрудничества и охотно принимает на практику начинающих журналистов. Все будет зависеть от тех студентов, которые придут, и к чему они предрасположены. В первую очередь, конечно, постараемся подобрать для них максимально интересные, соответствующие их навыкам, имеющимся программам для стажировки или практики. Основные направления у нас – это видеопроизводство, производство документальных фильмов, организация прямых трансляций, съемка художественных видео. В принципе, найдется, наверное, что-то для каждого. Для студентов Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮРГУ это отличная возможность получить уникальные профессиональные компетенции для высококвалифицированной работы в современном медиапространстве. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Зен. До встречи в эфире. Как подать документы в разные учебные заведения по всей стране? Внимание у поступающих до окончания приема до конца. Воспользуйтесь госуслугами. Здесь легко можно сформировать пакет документов, выбрать пять интересующих вузов и отправить документы на несколько специальностей в каждом. Поступить правильно проще, чем кажется. Госуслуги. Нацпроект «Цифровая экономика».